Сейчас об этом и не только более детально. Рабочая неделя в округе началась с еженедельного оперативного совещания. Оно прошло в администрации муниципалитета. Руководители структурных подразделений и органов власти отчитались о проделанной работе за прошедшую неделю. Одним из первых вопросов повестки стала пожарная безопасность в округе. Об этом доложил Павел Иванов. За прошедшую неделю подразделения гарнизона осуществили 62 выезда по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации семи пожаров. Четыре из которых подошли на территорию городского округа Люберцы. Благоустройство общественных территорий также стало одним из обсуждаемых вопросов на заседании, а именно вопросы чистоты в частных секторах округа. Наша съемочная группа уже неоднократно выезжала в рейд вместе с сотрудниками структурных подразделений и ведомств, чтобы лично проверить качество работ. Так по этому вопросу на оперативном совещании доложила Марина Зинкина. Всего на территории округа более 8 тысяч частных домовладений. Ежедневно сотрудники администрации совместно с нештатными сотрудниками административно-технического надзора проводят работы по проверке заключения договоров на вывоз мусора. В ходе проверки установлено, что в поселке Красково 1217 частных домовладений, 527 из которых заключили договор на вывоз мусора, 43%. В поселке Малаховка 4700 частных домовладений, 362 из которых заключили договор на вывоз мусора. Также Марина Зинкина отметила, что мусоровывозящая компания в Малаховке недобросовестно выполняла свои обязательства, поэтому сейчас идет работа по перезаключению договоров. Следующей темой для отчета стали предложения и обращения граждан. О них рассказал Дмитрий Баранов. Улица Инициативная. Жители просят понизить, занизить бордюрный камень. В поселке Малаховка на пересечении улицы Центральной с улицы Щерса необходимо восстановить целостность колодезного, целостность самого колодца, а также крышки люка этого колодца. И попросили взять на дополнительный контроль жители дома 17-1, проспект Победы, ситуацию с строительством платной парковки. Просят не допустить, предотвратить строительство платной парковки во дворе их дома. Помимо этого Дмитрий Баранов напомнил, что 30 мая Владимир Ужицкий проведет традиционную ежемесячную встречу с жителями округа. Начнется она в 18.00 и пройдет в Красковском культурном центре. Александра Томей, Мария Антонова, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.